МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня наш выпуск мы начнем с погоды. Жара и солнце, день чудесный. В Чувашии установилась аномально жаркая для этого времени года погода. Как облегчить себе жизнь, когда на термометре плюс 30 градусов? Подробности в нашем сюжете. Лето – замечательное время года. Время отпусков, путешествий, рыбалок, походов и поездок на дачу. Время, которое с нетерпением ждут абсолютно все – от студентов до пенсионеров. Но есть одно но. И это но – жара, которая абсолютно всех сводит с ума и мешает насладиться долгожданным отдыхом. А как справляются с жарой жители столицы Чувашии? Самое время узнать. Купаемся. Тепло же? Пошли купаться вместе. Очень жарко, конечно, но помогают головные уборы. На велосипеде катаюсь. И все? Водички пью. А еще? Стараюсь вести активный образ жизни. Крем от загара. Накрываться панамой. В тенек. Еще? В тенек. В песок, как страус закопаться. Пьем холодную воду. Да, водичку. А еще? Купаемся. Входим в тенек. Ношу кепку. Пью холодные напитки. У меня волосы белые, они отражают солнечные лучи. Кого-то спасают светлые волосы, отражая солнечные лучи. Кому-то помогает крем от загара. Но это далеко не единственные варианты. В интернет-сообществе активно обсуждаются другие способы противостоять природе. Одежду одевать на мокрое тело после прохладного душа. Женщинам можно положить сырой холодный платочек на область сердца. Волосы также оставить влажными. Брызгать на лицо и тело из пульверизатора. Конечно, если женщина не накрашена. Никаких одеял, укрываться легкой простынкой из морозилки. Ну а остальное классика жанра. Тазы с водой и развесить сырые простыни вокруг. Еще некоторые одевают носочки, тоже из морозилки. Ну а что делать, если аномалия вокруг? Палящее солнце и высокая влажность воздуха самочувствие не улучшают. При такой раскаленной атмосфере невозможно заниматься повседневными делами. Да и попросту передвигаться по улице в светлое время суток. Что делать, чтобы в городской жаре не спалить свое здоровье? Охлаждаемся правильно по советам профессионалов. Обязательно пациентам нужно соблюдать питьевой режим. Лучше всего брать с собой, если вы выходите из дома, или утолять жажду водой с несколькими капельками лимонного сока. Или сварить морсы свежих ягод или компоты с сухофруктов. Конечно, в такую жару хочется чаще бывать на свежем воздухе. Но рекомендуется не быть на открытом солнце после 11 часов утра и выходить на прогулку вечером после 4-5 часов. Если вдруг стало плохо, смочить носовой платок водой и приложить на лоб или на область сердца. Если это повторяется часто, становится плохо, нужно обязательно обратиться к врачу. Всегда учитывайте свои индивидуальные возможности и соблюдайте осторожность. Ну и, конечно, не забывайте про головные уборы и воду. Тогда лето и яркое солнышко станут вашими друзьями и союзниками в укреплении здоровья и создании хорошего настроения. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Своих не бросаем, решила семья Бегуновых и нашла место в своей квартире для беженцев с Украины. О том, где готовы разместить чебоксарцы гостей, в нашем следующем репортаже. Мы подготовили вот эту комнату для приема людей из Украины. Я думаю, будет удобно. Мы подготовили вот здесь есть спальная кровать, интернет. Здесь у нас кухня, все, в общем, все. Ну, обычная квартира городская. Комната в их квартире небольшая, но семья надеется, что людям, которые потеряли все, на первое время здесь будет удобно. Буквально с первых дней события на Украине переживаем о людях, обо всех, русских, украинцах, обо всех. И, конечно, в шоке от этих событий. Конечно, больно на это все смотреть. Татьяна Бегунова рассказывает, что после смены власти на Украине и новостей с линии фронта очень переживает за тех, кто остался в соседней республике. Ну, как по-другому там уже. Как только я увидела в интернете, что вот есть такая необходимость, я сочла своим долгом. По официальным данным, с начала беспорядков российско-украинскую границу пересекли более 100 тысяч человек. Чаще всего их встречают и обустраивают родственники в регионах России, граничащих с Украиной, в Черноземье и в Ростовской области. По данным Чувашского управления Федеральной миграционной службы, сейчас 6 человек обратились за предоставлением временного убежища. Татьяна Молокова, Альберт Ильин, Антон Вовк, Республика. Обычно посторонним вход воспрещен. Но сегодня депутатам городского собрания и главе города Чебокса рассказали добро пожаловать. Они проверили, насколько детские оздоровительные лагеря готовы к летним сменам. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходило стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Лагерь «Березка» основали в далеком 1962 году. Тогда он действительно был пионерским. Конечно, в самодельных шалашах нынешние дети не спят. Но 52 года не прошли для лагеря обесследно. Нужен ремонт, а на это нужны деньги. И город, как отметил глава Чебоксар, на отдыхе детей не экономит. К примеру, уже сейчас за отдыхающими присматривают не только вожатые, но и систему видеонаблюдения. У нас три муниципальных лагеря. «Березка», «Волна», «Бригантина». И с года в год мы больше средств выделяем на модернизацию этих детских лагерей. Корпуса, конечно, они уже, можно сказать, морально устарели. И требуют вложения средств, требуют ремонта. В ближайшие 2-3 года полностью этот лагерь мы будем модернизировать, чтобы он соответствовал современным требованиям. Основная задача – сделать «Березку» лагерем круглогодичным. До недавнего времени, в холодное время года, детей могли размещать только в главном двухэтажном корпусе. С этого года мест станет больше. Был проведен косметический ремонт всех помещений лагеря. Были утеплены два спальных корпуса детских, на которые бюджет города Чебоксара выделил полтора миллиона. Кроме того, в лагере обновили мебель, электропроводку, кое-где заменили окна, отремонтировали систему отопления. Лагерь «Бригантина» стоит практически на берегу Волги, но чтобы купаться, идти вообще никуда не надо. Здесь есть бассейн. К нынешнему лету там установили новые фильтры. В скором времени возьмут пробы воды. Ну а пока индикатором чистоты стал депутат городского собрания. Вода чистая, теплая, артезианская. Детям уже можно купаться. С нагулиным аппетитом можно отправляться в новую столовую. Здесь сделали ремонт, утеплились, обновили линию раздачи. На все про все вместе с фильтрами для бассейна лагерю выделили полмиллиона рублей. На этом модернизация, вероятно, не закончится. Конечно, планов море. Во-первых, это утеплить корпус, чтобы мы могли уже работать спокойно, комфортно и в межсезонье. Так скажем, это весна и осень пока в ближайшее время. На зимний пока мы еще не можем перейти. Конечно же, нам здесь необходим просто честные сооружения, то есть они бы нам многие проблемы решили. Иными словами, бытовые условия год от года становятся лучше, зато неизменными остаются традиции. Рассказывать страшилки и мазать соседей по ночам зубной пастой. Как повысить доходы консолидированного бюджета и не допускать долгов по зарплате, обсуждали сегодня на заседании межведомственной комиссии. 765 миллионов рублей должны в бюджеты различных уровней организации за пользование земельными участками, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Муниципалитетам надо активнее взыскивать долги, обратился к руководителям глава Чуваши. В качестве примера не очень эффективной работы в этом плане Михаил Игнатьев назвал ситуацию с невыплатой заработной платы бывшим сотрудником Волжской текстильной компании группы компаний САВВА. В отрешении арбитражного суда есть в Чувашской республике по акционерному обществу Волжская текстильная компания. Сумма заложенности почти 186 миллионов рублей. Это по городу Чебоксары. Вот общая сумма заложенности это практически 50%. Это группа компаний САВА, да? Все это еще хвосты до конца не почищены. Но можно сказать, почи, наверное, мы там ничего не вернем, я так полагаю. То есть все по закону. Обанкротили, увели активы, соответственно, долги оставили перед бюджетом. При этом глава республики считает, что нельзя допускать, чтобы невыплаченные долги различных организаций становились бременем для районных и городских бюджетов. Надо искать все законные способы, чтобы долги отдавал тот, кто их сделал. Управляющая отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева рассказала, что рост заработной платы и полнота оплаты пенсионных взносов сохранились на высоком уровне. На 1 мая задолженность по выплате заработной платы в Чувашии 2 миллиона рублей. Среди регионов ПФУ это самая низкая цифра. Однако есть и нежелательные тенденции. Рост начисляемых зарплат предприятие обеспечивает за счет сокращения численности работников и перехода на серые схемы оплаты. Наибольшее количество таких работодателей в Ядринском и Бресинском, Янтиковском районах и в городе Чебоксары. Заработная плата это один из индикаторов развития экономики. Вот за марта и за три месяца текущего года у нас в реальном секторе экономики заработная плата увеличилась на 12%. То есть это выше инфляция и выше, чем в среднем по республике. Поэтому я не могу сказать, что ситуация она неоднозначная. Глава Чувашии обратил внимание, что при получении заработной платы по серой схеме страдает прежде всего работник. А в связи с изменениями пенсионного законодательства только честная зарплата может гарантировать неплохую пенсию в будущем. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Первые комбайны, собранные в Чувашии, поступили в хозяйство республики. В ближайшее время они начнут работать на уборке зерновых. Ну а пока Министерство сельского хозяйства отчитывается о перевыполнении плана Сева. В должниках только один район, Алатарский. При этом Алатарский в лидерах посеву картофель, а второй хлеб в Чувашии посажен на площади 10 тысяч гектаров, что 78% от плана. В аутсайдерах – Красноармейский район, где посадили всего 49% от запланированного. По информации Минсельхоза Республики, также посеяно 724 гектара овощей, 660 гектаров сахарной свеклы, 8 тысяч гектаров кукурузы, на корм навешано 86 гектаров хмеля. Завершение посевной позволило трактористу Чувашу участвовать в чемпионате России по пахоте. Во Владимирской области 50 трактористов разыгрывают право носить титул чемпиона страны. Чувашу на нем представляет тракторист агрофирмы «Путиловка» Бресенского района Николай Захаров. Его трудовой стаж – 36 лет. Сами соревнования по оборотной пахоте и мастерство управления отечественным колесным трактором будут проходить в несколько этапов. Основные критерии оценки – скорость и качество обработки почвы, соблюдение агротехнических требований. Победитель, имя которого станет известно 7 июня, получит призовой колесный трактор и право поездки в Данию на чемпионат мира по пахоте. 3 июня объявили Международным днем безопасности на железнодорожных переездах. Решение об этом было принято Международным союзом железных дорог совместно с Комиссией Евросоюза и Европейской экономической комиссией ООН. В ходе профилактического рейда в Чебоксарах обследовано 15 железнодорожных переездов, расположенных на территории столицы, а также подъездные пути к ним. В случае выявления нарушений, соответствующим должностным лицам будут выданы предписания об устранении недостатков. За 5 месяцев нынешнего года за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды к административной ответственности привлечено 158 водителей. В ГИБДД напоминают, что если водитель пересечет железнодорожный путь вне переезда или осуществит выезд на переезд при закрытом, или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, ему грозит штраф в сумме 1000 рублей, или лишение права управления транспортным средством сроком от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение данной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав сроком на 1 год. Переезд является зоной повышенной опасности. Поезд нельзя остановить за мгновение. Требуется достаточно много времени, он проходит большое расстояние. Поэтому то пренебрежение водителями транспортных средств при пересечении железнодорожных переездов сегодня достаточно серьезно беспокоит. Дело в том, что жертвами данных происшествий становятся не только сами водители, но и пассажиры, которые участвуют в перевозках. Если на следующей неделе вы увидите военную технику, то не беспокойтесь. Это не военные действия, это учения, которые проводит оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями. Управление ФСБ России по Чувашии и оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в первой декаде июня проводят учения на территории города Новочебоксарск, Чебоксарского и Мариинско-Пасадского районов. В ходе отработки поставленных задач будут задействованы военная техника, плавсредства и авиация. Штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб. Проект «Ащувашия» победил в конкурсе «Профит-2014». Республика вышла на передовые позиции во всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации благодаря созданию собственного интернет-портала ЖКХ. Отрасль ЖКХ сложная и не самая прозрачная. Тем не менее, республике удается держать этот корабль на плаву. Конкурс «Проф.АйТи» проводится второй год. В этом году было представлено 143 работы из 51 субъекта страны. Итоги подвели в Рязани. Проект «Комплексная автоматизация ЖКХ «Ащувашия» на базе ГИС ЖКХ «Регион» набрала максимальное количество баллов своей номинации – 101. При этом значительно обогнала проекты Астраханской области и Красноярского края. В нашей номинации из трех номинантов мы были единственные регионы, у кого права на использование программного продукта принадлежат самому региону. Напомню, интернет-портал ЖКХ создан в Чувашии в 2011 году. Единый информационный ресурс делает максимально открытой для людей работа управляющих компаний. Простота управления сайтом, удобный интерфейс дает возможность жителям региона оперативно узнавать о начислениях за ресурсы и услуги, подать сведения о показаниях приборов учета коммунальных ресурсов, узнать о тарифах, произвести оплату в режиме онлайн. Сейчас планируется тиражировать республиканский проект портала ЖКХ в других регионах. В Чувашии же в ближайшее время планируют реализовать проект «Народный контроль», как это сделано в Республике Татарстан. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Мастера хорового пения выступили на сцене Чувашского академического драмтеатра. Большой хор приехал в Чебоксары с благотворительным концертом. На сцену вместе с артистами из Москвы вышли юные чебоксарские музыканты. Академический большой хор был создан в 1928 году. Его организатором и первым художественным руководителем был мастер хорового искусства Свешников. Само название «Мастера хорового пения» предопределило профессионализм, высокий исполнительский уровень, исключительную оперативность и универсальность коллектива, где каждый артист может выступать и как участник хора, и как солист. За 86 лет хор исполнил более 5000 произведений – опер, ораторий, кантат русских и зарубежных композиторов, произведения капелла, народных песен, духовной музыки. В 2008 и 2012 годах академический большой хор принимал участие в церемониях инаугурации президентов Российской Федерации. В этот вечер на сцену театра вместе с московским большим академическим хором на сцену вышли юные чебоксарские музыканты. Это был эксперимент. У юных артистов появилась возможность поучиться у профессионалов. За спортивное долголетие. По таким девизам 11 и 12 июня в Чебоксарах проведут финал первой спартакиады пенсионеров России. В Чувашу приедут победители региональных первенств из 47 регионов. Плавание, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба и шахматы. Соревнования проводятся как в личном, так и в командном зачете. Участниками спартакиада станут более 300 спортсменов, возраст которых у мужчин не моложе 60 лет, женщин 55 лет. Всего спартакиаду посетят 5000 участников и зрителей. А в конце этой недели, 6 и 7 июня в Чебоксарах пройдут чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. Участие в соревнованиях примут сильнейшие скороходы основного молодежного юниорского и юношеского составов. Именно на этих соревнованиях в Чебоксарах определится состав сборной команды страны, которая будет защищать цвета российского флага в главных международных стартах сезона. С 12 по 17 августа в Цюрихе пройдет чемпионат Европы. Откроются соревнования на набережной Чебоксарского залива 6 июня в 9 утра. Заходом женщин на 20 километров. Через два часа на дистанцию выйдут мужчины. 7 июня мужской марафон на 50 километров. И в завершении выпуска вновь о погоде в связи с аномально высокой температурой воздуха посещение лесов запрещено. Но порой возгорание происходит не из-за людей. В Алатарском районе на территории Пресурского заповедника произошли два пожара. Предположительно очаг возгорания возник в полосе отвода железной дороги после прохождения железнодорожного состава. Таким был вторник 3 июня глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. До свидания. Сложно найти женщину, которая не мечтает о шубке из натурального меха. Поэтому, если любой из нас предложить подарок в виде шубы, скажем честно, вряд ли мы откажемся. Но в этом случае лучше обойтись без сюрпризов. Приходить и выбирать надо вместе, чтобы и размер, и фасон, и оттенок меха подошли идеально. К тому же выбирать из множества моделей, как классических, так и экстравагантных, так увлекательно. Норка, мутон, чернобурка, нутрия – эти меха пользовались большой популярностью и много лет назад. Но сейчас они стали намного элегантнее, что отражается в сложности кроя. Благодаря современным технологиям даже недорогие меха смотрятся роскошно. К тому же современная обработка позволяет сделать мех значительно легче. Дизайнеры сочетают несколько видов меха, что придает шубе экзотический вид. В этом сезоне они отказались от подолов в пол в пользу моделей до колена, до середины бедра и талии. Хотя в целом меховая мода достаточно консервативна и революции здесь не бывает, но трендовые изюминки есть всегда. Почему выгодно покупать шубы именно сейчас? Ответ довольно прост. Это хорошие летние цены. Например, осенью таких цен уже не будет. И вам придется переплачивать деньги. В принципе, никто этого не любит. Платить лишнее. Также можно шубку оформить в рассрочку. Без процентов и без переплаты. То есть к началу сезона вы уже будете ходить в новой шубе и не будете думать, что за нее нужно что-то заплатить, какие-то деньги. Мы приехали из города Пятигорск и представляем меховую фабрику «Фламинго». Размерный ряд от 36 до 74 позволит подобрать шубку и на миниатюрную дюймовочку, и на даму с пышными формами. Огромный ассортимент шуб на любой вкус цвет и кошелек от 11 тысяч рублей. В наличии имеются интересные модели для наших милых автоледи. Также вы видите новые модели сезона с необычным сочетанием меха, норки, песца и каракуля. Естественно, действует выгодная рассрочка без переплаты и первоначального взноса. Приходите и окунитесь в мир меха, тепла и красоты. К счастью, сегодня шубы доступны всем, но при этом все также притягательны. К тому же покупка красивой и качественной шубы – это не расходы, а инвестиции, поскольку такой подарок прослужит своей владелице не один год. Я часто посещаю выставки шуб. И сегодня приехала фабрика «Фламинго». И мне понравилась эта шубка. Она очень красивая, теплая, уютная и недорогая. И я решила приобрести эту шубку. Скромность – не то качество, которое нужно демонстрировать, находясь на меховой выставке. Не стесняйтесь примерить столько вариантов, сколько потребуется для окончательного выбора. В вашей шубе вам должно быть так комфортно, что вы даже не захотите ее снимать. Со 2 по 8 июня с 10 до 19 часов в ДК «Тракторостроителей» новая коллекция шуб по летним ценам. Размеры до 72-го. Рассрочка на два года на месте. ДК «Тракторостроители» «Эгерский бульвар» – 36. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин